Привет! В 2001 году вышла Windows XP. Это и без меня вы прекрасно знаете. Распространялась она изначально в двух редакциях – Home Edition и Professional. Но вот почти через три года после релиза оригинальной XP, в августе 2004 года, Microsoft приспичило выпустить версию Windows XP, которую, наверное, можно назвать бюджетной. Это Windows XP Starter Edition. По словам Microsoft, Windows XP Starter Edition предоставит пользователям, большинство из которых никогда не видели компьютерной мыши, не говоря уже об отсутствии опыта работы с компьютером, возможность освоения вычислительной техники. Лицензия на данный продукт стоила около 30 долларов, и данная версия распространялась в таких странах, как Индия, Индонезия, Малайзия, Россия и Таиланд. Я понимаю, там Таиланд, Индия и так далее. Хорошо. Только я не понимаю, зачем этот продукт был нужен на российском рынке, если повсюду в то время продавались пиратские диски с уже полной активированной Windows XP. Ладно. В этом видео мы посмотрим на данное творение и выясним, что оно из себя представляет. Так как я не живу в России, да и с момента релиза прошло уже больше 15 лет, я скачал образ сайта AllDos, и проверять мы это все будем на реальном компьютере с 256 МБ оперативной памяти. А почему именно этот объем, я скажу позднее. Давайте начнем установку. Установка, как во всех NT-системах того времени, делится на два этапа. Текстовый этап и установка в графическом формате. Установка в текстовом этапе содержит консоль восстановления системы, имя клавиши для запуска которой показывается в начале всех этапов. Чтение лицензионного соглашения, разметку разделов и начального копирования файлов. Как вы можете заметить, установщик представляется как Windows XP Home Edition. Это неспроста. Windows XP Starter Edition сделан на базе домашней редакции одноименной системы. Графический этап установки ничем не отличается от установки стандартной XP. Вот имени организации, имени компьютера, настройка даты и времени и так далее. А вот после установки нас встречает первоначальная настройка, которая уже отличается от обычной. Здесь можно заметить полное отсутствие помощника справа, который анимированно появлялся и плавно исчезал в нижний край экрана. Также здесь полностью другой начальный текст. Здесь сказано, что данная редакция ОС является самой бюджетной и экономичной Windows XP, специально сделанной для тех, кто только начинает осваивать компьютер. И далее перечисляются возможности о том, что может семья делать с этим компьютером, используя Windows XP Starter Edition. Честно скажу, компьютеру можно научиться, используя и другую версию Windows, да хоть вообще Linux. Как по мне, текст изначального экрана настройки попросту рекламный, не более. Идем дальше. Далее предлагается настроить работу системы автоматических обновлений, и если у вас установлены драйвера на сетевую карту, проверяется соединение с интернетом, и появляется возможность создания аккаунта Microsoft. Но это не является обязательным. И все, начальная настройка закончена. Но вы меня спросите, а где создание учетной записи компьютера? И тут вылезает первое ограничение данной системы. Здесь нельзя создать учетную запись, вы работаете от имени системы, и редактировать ее никак нельзя. Здесь даже такого понятия, как учетные записи и пользователи, попросту нет. Ладно. С первоначальной настройкой теперь точно закончили. После нее нас встречает сразу рабочий стол, не экран приветствия. Его тут тоже нет. Ах да, и здесь уже сразу недостатки. Здесь по стандарту установлены большие иконки, и отредактировать это в стандартных настройках нельзя. Скорее всего, через реестр. Фиг с ним с иконками, хорошо. Но мы не можем так же настраивать и перетаскивать панель задач. Совсем никак. Правая кнопка мыши просто не дает никакого действия. А это еще только начало. Как известно, данная редакция системы славится своими ограничениями. Она не может запускать более трех окон данной программы одновременно, работать с более чем 512 мегабайтами оперативной памяти и 120 гигабайтами жесткого диска, отсутствует установка пароля и полностью удалены функции сетевого домена. То есть, вы не сможете, находясь в одной локальной сети, подключиться к своему второму компьютеру или поиграть в какую-нибудь игру с другом по сети. Также вы не сможете поставить разрешение экрана выше чем 1024 на 768, даже если есть драйвера на видеокарту. Ну, теперь давайте посмотрим на другие изменения. Сразу же бросается в глаза фото, на котором изображен собор Василия Блаженного. Здесь это такой стандартный фон системы. Кроме этого, есть и другие картинки. В скринсейверах можно найти заставку, на которой показывается развивающийся флаг Российской Федерации, спираль с русским узором, в настройках которой даже можно установить свой текст, и два стандартных скринсейвера от стандартной Windows XP. Фоны рабочего стола и первые два скринсейвера эксклюзивны только для этого языка редакции. Для каждой страны список фонов и скринсейверов был разный. В системе вместо привычной справки поддержки имеется МОЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ, которая попросту открывает HTML-справку с учебниками и прочими туториалами. Там даже есть учебник по работе с мышью. В системе содержится огромное количество туториалов разных видов, как текстовые, так и видеоуроки. Состав стандартных программ системы по сравнению с домашней редакцией не изменился. Paint имеется, Windows Media Player имеется, игры также на месте. И на этом спасибо! Панель управления в системе сделана только в виде меню. Классического варианта с показом всех элементов нет. Также заметно отсутствие пункта учетной записи и пользователя. Как и говорил, система не поддерживает создание учетных записей, да и самого понятия как учетная запись попросту нет. А в целом, это совершенно обычная система, на которую можно установить любые программы, которые подходят под XP. Спасибо, что хоть это не запретили. Как итог, я могу сказать, что Windows XP Starter Edition не более, чем обычный маркетинговый ход. В то время Windows XP была очень популярной системой, и Microsoft, скорее всего, хотела еще больше популяризировать Windows XP на мировом рынке. И, наверное, у них это получилось. На пике своей популярности в 2008 году Windows XP занимала рекордные 80% рынка всех систем. Но, на мой взгляд, Windows XP Starter Edition – это самая ненужная версия Windows за всю историю существования самой системы. Ведь компьютер можно научиться и на полноценный Windows, да и вообще хоть на Linux с KDE или GNOME. Впрочем, выводы делайте сами. Комментарии открыты, и я буду рад вашим мнениям. А на этом все. Спасибо за просмотр. Если тебе понравилось, то подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые видео. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok